Субтитры делал DimaTorzok Хотел бы узнать, кто-нибудь слышал, читал, может быть, об этих штуках Тишина Ну, я все-таки надеюсь, что кто-нибудь слышал, читал Вот, поэтому, так, начну небольшой introduction Так, что-то не работает оно, о себе немножко Вот, я люблю софтсерф Вот, работаю инженером по инфраструктуре Не знаю, сколько себя помню, как институт закончил, так и работал Работаю инженером по инфраструктуре Куча у меня была разных проектов Начиная от поддержки Министерства юстиции нашего И заканчивая огромным дата-центром Где-то посреди Швеции Который, может быть, приравнен примерно к одному региону в AWS То есть, там были определенные дата-центры Географические, мы там что-то это все работали с этим Ну, вот, не знаю, Gile by Nature Люблю книжки про Тойоту и как они управляли своим производством Люблю думать, как это все можно использовать в современных практиках Пытаюсь это все внедрять и в нашем маленьком, но дружном коллективе Ой, так, третий, ой, это не знаю, это не я писал Кто-то, наверное, пошутить решил Вот Я, кроме того, не знаю, люблю смотреть гонки Формулы-1 Люблю курить вейв с фруктовыми вкусами Не знаю, сижу в Киев-1, комната моя 228 Запомнить легко, заходите, знакомьтесь Буду раз вас видеть Вот, ну, что, давайте тогда переходить непосредственно к теме доклада, думаю Значит, что такое у нас вообще кубернетис По сути, это такая надстройка над докером, который управляет контейнерами Я надеюсь, что все слушатели этого курса Примерно понимают основные понятия кубернетиса Такие, как под, шедюл, не знаю, что там у нас еще есть Напомните, все знают, что это такое Если кто-то не знает, самое время размьютаться и сказать об этом Я тогда уделю чуть-чуть времени больше этому Окей Раз в эфире тишина, то я подозреваю, что вы знаете Основные понятия с точки зрения управления этим оркестратором И сегодня я хотел бы начать с того, чтобы немного мы вот залезли под капот И посмотрели, как, собственно, он устроен изнутри То есть, что происходит внутри, когда вы пытаетесь им управлять Вот такая небольшая схемка У меня тут где-то я ее содрал В общем, основные части оркестратора Как видно из картинки, это от CD, API, сервер, контроллер, менеджер и шедулер И, собственно, непосредственно кублет Немножко я расскажу про каждую из этих систем Ну, сердцем кубернетиса, конечно, является от CD Кто вообще знает, что такое от CD Кто-то знает? Не знаю, не молчите, напишите в чате Демон, что ли? Еще есть аналог-варианты? Ну, это аналог, аналог ZooKeeper Да, действительно, это аналог ZooKeeper Но, все-таки, что такое ZooKeeper или от CD? Какие-нибудь штуки есть? Какие-то мысли по этому? KeyValue Database Хорошо, да, действительно Это база данных Не совсем KeyValue Она иерархическая Вот Если вы знакомы с кап-теоремой О Consistency Availability Partition Tolerance Этим треугольником Выбери любые два То это база данных CP То есть у нее есть разбивка по партишенам И в то же время Во главу угла она ставит консистентность И если сравнивать даже два этих направления То консистентность у нее превыше всего Как уже упомянул мой коллега Действительно, есть аналогичные системы Есть ZooKeeper Есть консул от HashiCorp Есть разработки, там Закрытые разработки гугла Может быть, вы слышали о Чабе когда-нибудь В общем, почему именно Consistency? Разрабатывалась эта система В принципе, как бэкэнд Для распределенных баз данных Для их блокировок То есть вы все наверняка знакомы С блокировками в обычной реляционной базе данных И управлять блокировками в распределенной базе данных Естественно, так из архитектуры не получится То есть, например, в той или иной степени Подобные системы, встроенные или внешне Используют практически все распределенные базы данных Будь то Кассандры или что-нибудь вроде того Или очереди, которые, по сути, являются тоже Распределенными базами данных Вроде Kafka У всех есть какой-то бэкэнд Какой алгоритм работы В принципе, самое главное для RCD или подобных систем Это алгоритм принятия консенсуса Конкретно RCD использует RAFT алгоритм И на всех нодах это гарантирует, собственно, консистенции Рекомендую вам почитать про то, что такое RAFT Это самый такой человекопонятный алгоритм принятия консенсуса Или есть еще Paxos Это более старая штука Оба эти алгоритма реализованы практически для всех языков программирования Поэтому добро пожаловать на GitHub Вы там можете скачать и посмотреть, как работает любой из этих алгоритмов На любом из языков программирования Теперь мы знаем, что, по сути, RCD хранит состояние То есть все, что происходит, текущее состояние кластера Оно хранится в RCD И теперь мы можем использовать эту штуку для того, чтобы изменять эти состояния Если вы знакомы с концепцией PubSub, которая используется в таких очередях, как RabbitMQ Не знаю, все, что заканчивается, в принципе, на MQ Кроме того, подобный алгоритм реализован в Redis То это что-то обратное То есть в PubSub у вас есть топик, на который вы подписываетесь Это, по сути, какое-то такое абстрактное имя И в нем есть сообщения, которые содержат данные RCD здесь выступает ровно наоборот У нас сами сообщения, которые идут от RCD к API-серверу, к сабскрайберу Они, по сути, не содержат никаких данных Ну, так называемые, назовем их топики Сама информация, она содержит информацию о состоянии кластера Собственно, так это все работает Раз уж мы заговорили про API-сервер Перейдем к нему Я тут хочу отметить, что это единственный компонент Который имеет право обращаться к RCD То есть писать туда и читать Все остальные компоненты, как видно из схемы Они общаются с RCD через API-сервер Кроме общения с RCD, у API-сервера есть еще несколько задач Первая из них это, собственно, авторизация, аутентификация С Kubernetes 1.6, который там вышел порядка месяца назад Они, наконец-то, впилили в туда airbag То есть теперь можно иметь кучу юзеров Сервисных аккаунтов Kubernetes И реализовать role-based access То есть нам теперь не нужно иметь один единственный сертификат Через который мы имеем полный доступ ко всем ресурсам И управлением, ко всем мастерам И можем читать и писать Теперь мы для каждого сервиса В том числе и для оператора И как мы посмотрим дальше для оператора Это preferable way of doing Вы выделяете роль, которая, собственно, имеет ограниченный спектр привилегий Для управления кластером Кроме этого, естественно, API-сервер работает как admission control система То есть он, по сути, парсит все ваши JSON, которые вы туда заплевываете Проверяет, возможно ли для системы их обработать Если нет, то она будет выбрасывать вам ошибки И, естественно, как и любой API, она служит для версионирования В том числе и ваших cert-party resources, которые есть операторы То есть если какие-то версии меняются, то можно Версии API, которые отвечают за работу с backend-сервисами, со всем чем угодно Это все происходит на уровне API-сервиса Так, я пока это все несу Мы там две части разобрали Может быстренько какие-то вопросы есть Пока мы далеко не убежали по этому всему Окей, вопросов нет тогда Есть одно вопрос Написал в чате Как всего-всего эти CD с его паксисом, с iTunes стоят дела? То есть мы захотели поменять этот стан, он же хочет пропагетить Типа, за сколько классер перейдет в новый стан? Хороший вопрос Естественно, это зависит от вашего сетапа И если вы все правильно делаете И вы располагаете мастер в одном дата-центре И на одном сервере с каждым API-сервисом То это все какие-то десятки миллисекунд Кроме того, так как с CD работает только API-сервер То гонок возникнуть практически не может То есть у нас есть единая точка входа И кто бы не спрашивал, что там происходит API-сервер проследит за очередью и исправит это все То есть на самом деле все довольно коротко Мы там дальше у меня есть Сейчас я покажу вот такой слайд Мы дальше разберем, как это все работает последовательно Если приходит запрос Поехали дальше Контроллер, менеджер и шедулер Это, собственно говоря Если есть программисты в чатике То это то, что представляет так называемую бизнес-логику То есть все управляющие процессы Все ваши команды Их исполнение, изменение состояния сервера Все делается этой парочкой То есть, например, он может просматривать Какие поды не засайнены ни на одну ноду Смотреть на состояние кластера Которое содержится в памяти, собственно, через API-сервер Выбирать ноды, у которых есть свободное место Свободная оперативная память Свободные вычислительные ресурсы И, собственно, назначать поды на эти ноды Ну, довольно такая Стрейтфорвард То есть, все, что вы там пишете В API-ах То есть Не в API-ах, извините В ваших YAML-файлах Будь то Репликейшн контроллер Деплоймент Все, что угодно Это, по сути Вызовы бизнес-логики Которые идут через API Это все в той или иной степени Проходит через шедулер Контроллер-менеджер И выполняется там Ну и последняя Но не самая Бесполезная Часть Кубернетис Это Кьюбилет Она уже непосредственно устанавливается На ноды И ее единственная По сути И неповторимая Задача Это Поддерживать Поды Внутри каждой ноды В Желаемом состоянии То есть Она в том числе Опрашивает API сервер Который В конце концов Опрашивает И получает Информацию О том Как должна Выглядеть Эта нода И кроме того Читает состояние Докера И понимает Какой Health контейнеров И что нужно Изменить Для того Чтобы привести Все это В Приличное состояние Какое-то Вот Ну Вот Допустим Не знаю Я что Выдрал Эту картинку Из интернета Не знаю Кто такой Петр Прик Но Выложил В интернет Эту картинку Которая Показывает Репликейшн Контроллер Ну собственно Давайте Посмотрим На примере Как Например Скайлап Репликейшн Контроллера Реплик Происходит Вообще На примере Так Вот Наша Схемка То есть Грубо говоря Там Что Мы изменяем Количество Нужных Реплик По сути Это То же самое Что Сотворить Под То есть Пользователь Обращается К API Серверу Вы туда Забрасываете Свой YAML Файл API Сервер Сразу Это все Фигачит Ватсиди Желаемое Состояние Сиди Естественно Возвращает Ему Что Окей Мы записан Кроме того Подтверждение Записи Приходит вам В командную Страку С кюбилетом Вы видите Там что Сообщение Обычно Он пишет Что что-то вроде Запись прошла Успешно То есть Здесь Ваша команда Кюбилет Уже вернула Нулевую Ошибку Вошел Дальше Все происходит Под капотом То есть Соответственно API Сервера Обращается К шедулеру Шедулер Биндит Под Он Короче Смотрит За состоянием Кластера Смотрит Где Свободные Вычислительные Ресурсы Куда Все это Можно Прибить И Возвращает Собственно API Серверу Это Все Информацию API Сервер Снова Пишет Ватсиди Теперь Уже В ту часть Которая Отвечает За состояние Непосредственно Подов И возвращает Подтверждение Об успешной Записи Шедулеру И Соответственно Дергает Кюбилет Передает Ему Ну Правильный Кюбилет Который На нужной Поде Передает Ему Состояние Он Там Уже Работает Непосредственно С Контейнер Дэй Или Как там У вас Запущен Докер С С С С С С Запускает Правильные Контейнеры Передает Контейнерам Правильные Параметры И Возвращает Этот Статус Обратно В API Сервер Который Снова Записывает Удачное Состояние В Отсиди И Возвращает Подтверждение О Правильной О Успешной Записи Кюбилету Я думаю Тут Надо Остановиться Я еще раз Прошу Если Какие-то Вопросы Там Походу Пьянки Может Что-нибудь Окей Окей Спасибо Большое Значит Я надеюсь Что я Понятно Все Рассказываю Надеюсь Дело Именно В этом Спасибо Вам За Комплимент Вот Но Это Все Работает Отлично Пока У нас Есть Приложение Не хранящее Состояние Спасибо Девелоперам Когда Они Девелопят Соответствующие Серверы Которые Мы можем Скейлить Успешно Вверх Низ Абсолютно Не задумываясь О О О О Как Как же Хендлить Состояние Ну Что Если Нам Нужно Вот Не знаю У нас Есть База Данных И Нам Нужно Ее Заскелить Черт Побери Что Делать С Этим Нам У нас Несколько Вопросов Встает Перед Нами Я Попытался Как-то Суммаризировать То Это Естественно Касается Не только Postgres SQL Но И Любого Stateful Аппликейшн Любой Базы Данных Может Быть Вы Хотите Хранить В Кубернетисе И Ранить На нем Допустим Если Вы Он Премис У вас Инфраструктура Какое-то Хранилище Файлов Например Насколько я знаю Сейчас ведется Активная Разработка По поводу Оргестратора Который Запускает СЭФ На Кубернетисе И У вас Получается Такая Гиперконвергентная Легконастраиваемая СЭФ Это Могут Быть Ваши Очереди Опять же Вроде Кавки Может быть Какие-то Сёрч Энджины Все Что угодно Все Что Хранит Состояние Где-нибудь В каком-нибудь Месте Кроме Памяти По сути Вам Нужно Каким-то Образом Менеджить Кроме Того У каждой Из этих Систем Которые Которые Я назвал Часто Есть Свои Какие-то Нюансы Кластеризации То есть Они Кластеризируются Шрадятся Управляют Своими Ресурсами Внутренними Алгоритмами О которых Кубернетис Не знает И Бывает Зачастую Очень сложно Реализовать Какие-то Эти Алгоритмы Мы Только путем Генерации Баш Стартовых Баш Скриптов Которые Хоть как-то Поймут Состояние Системы Если Вы Когда-нибудь Пробовали Запускать Что-то Вроде Кавки Я не знаю В контейнерах То Вам Приходилось Писать Километровые Баш Костыли Для того Чтобы Понимать Текущее Состояние Кластеры Подключать Правильно Ноду Потом Выдавать Извините Реплицировать Данные Между Нодами В общем Целая История С этим Всем Естественно Если вам Нужно Менять Конфигурацию Бэкапа Тоже Один Из Таких Вопросов Которые Часто Встают Например Да У вас Есть Система Да У вас Есть Какие-то Персистент Волюмы Прикрученные Куда Угодно Но Как Доставать Бэкапы То ли Запускать Непосредственно На хостах Какие-то Сервисы Которые Будут Бэкапить Эти Волюмы То ли Запускать Дальше Контейнеры Которые Будут Бэкапить Эти Волюмы Как Давать Доступы Правильные Этим Контейнерам К Системам Ну Короче Целая История Ну и Конечно Лечение Этого Всего То есть Если одна из нод Вывалилась Как сделать так Чтобы новая Запущенная Успешно Подтянулась Без всякого Human Интервеншн Это целый Огромный Список Вопросов Которые Встают Когда вы Пытаетесь Запустить Stateful Аппликейшн На Кубернетисе Любом На самом Деле Шедулере Неважном То есть Конечно Хотелось Бы Чтобы Для Нашего Описания Это Выглядело Что-то Вроде Вот Так Вот Что Мы Хотим Размер 3 Версию Бэкап И Туда Сюда И Все Замечательно Собственно Такую Возможность И Реализует Операторы Операторы Это Так Называемые Шедулеры Свердпати Ресорсов Которые Вот Как видите Вот В API Вершин Есть Непосредственная Ссылка На Правильный API То есть По сути Если Мы Вернемся На Эту Схему То Они Расширяют Функционал API Сервера Они Ранятся Тоже В отдельных Контроллерах Извините В отдельных Контроллерах В отдельных Подах Часто К ним Подключен Сервис Чтобы Непосредственно API Сервер Мог Обращаться К этим Подам Часто Они Запускаются В единственном Экземпляре И Содержат Бизнес Логику То есть По сути Вот этот Шедулер И контроллер Менеджер То что Мы Имеем Внизу Мы Запускаем Его Расширение В каком-то Отдельном Поде Где-то На вашем Кубернетис Кластере И Сообщаем API Серверу Что он Где-то Там Есть Теперь При каждому Обращению К К этому API Серверу И вот Тут еще Ткань Надо указывать Обязательно Это из документации Вы там Почерпнете Его Тип Это тоже Обязательно Для обращения API Вы Можете Передавать Данные Видите Спеки Так называемые Которые Обрабатываются Исключительно Этим Оператором Этим Шедулером Называйте Как угодно И Подгоняют Состояние Текущее К Нужному То есть Они Изменяют Размер Версию В данном Случае Какие-то Базовые Настройки Бэкапы И Ну Операторы Эти Я вот Содрал У Куроэс Этот Слайдик То есть По сути Они Управляют Ресурсами Да Кстати Я забыл То есть Они еще Кроме всего прочего Управляют Ресурсами И И Контроллерами Да Как тут написано Извините За тавтологию Вот Основные Поинты Которые Эти операторы Которыми операторы Манипулируют Это Observe Analyze Act То есть Как вы видите Это вот То о чем мы говорили Чуть-чуть раньше То в принципе Что я вам рассказал То есть Оператор Следит Через API сервер За состоянием Которое Тоже на самом деле Сохраняется API сервером В etcd Анализирует Изменения И На основе Своей встроенной Бизнес-логики Меняет Его Так как Нужно Эту всю Бизнес-логику Вы легко Можете Увидеть На гитхабах Этих Операторов Они На 100% Я не видел Еще ни одного Платного оператора То есть Они всегда С открытым Исходным кодом Единственное Что я Попрошу вас Всегда Тестируйте их Я в общем Имел На этой неделе Я хотел вам В качестве демо Показать Elasticsearch Оператор Я потратил Кучу времени И даже Сделал Несколько Изменений В коде Пересобрал Этот оператор Но тем не менее Адекватно Его заставить Работать У меня так Не удалось Я единственное Что настроил Бэкапы На нем Но Скейлить Его Заставить Его скейлиться Мне так И не удалось Дело в том Что там Его автор Использует ТЛС Сертификаты Для управления Подключениями И я В общем Решил Не поднимать ПТИ Инфраструктура Сделать Basic Authentification С помощью HTTP Ну Я в общем Так и не Закончил Это пилить У него Это В В Бэклоге У него Это есть Так что Если хотите Помочь Разработчику Оператора Для Elasticsearch Милости Прошу Если Есть Какой-то Опыт Работать С Go Там Не все Так печально Работ На самом Деле Немного Я думаю Там Вполне Возможно Ему Помочь Милости Прошу В нашу OpenSource Community Вот После того Как вы Установили Оператор Вот тут У CubeCTL Появилось Новое Новый Параметр Это ThirdParty Resources Там Вы увидите Собственно Все Endpoint К этим API Он Вывалит Вам Список Ваших Операторов То К чему Можно Обращаться И Этого В конце Концов Будете Заполнять Ваших YAML Файлах Для Их Управления Ну Что Перейдем К самому Интересному Что я Уверен Я Зафейлю Демо Пока Я Готов Готов Готовлюсь К этому Всему Может Быть У кого-то Есть Вопросы Какие-то Давайте Расстреливайте Меня Солеными Помидорами Ой Моя Картинка Еще Надо У нас Ну Что Есть Какие-то Вопросы Давай Спрашивать Я Вот Кстати У меня Даже Честно Сказать Не Запущен Кажется Точно Не Запущен У У меня Вопросы Ты Говорил Про Открытое Сообщество Таки Не Шлиночку Потом На На Самом Деле Попасть Сюда Очень Легко Можно Написать В Гугле Elasticsearch Вот Видите Даже Логин Пытался Искать Вот Elasticsearch Operator Вот Есть Прекрасный Чудак Который Спилит Этот Operator Тут На самом Деле Очень Мало Кода Непосредственно Например Что Я Заметил Что У Него Вот Допустим Для То Чем Я Говорил Что У Него Для Резервного Копирования Видите Например Есть Hard Код Для Его Шедулера Который Делает Бэкап Elasticsearch Вот Видно Что Здесь Захард Код На Обращение К Elasticsearch И Если Вдруг Вы Попытаетесь Запустить Elasticsearch Без Телос Сертификата Он Будет Бэкапить Его Этим Оператором Он Вам Скажет Что У меня Есть Ошибка Я Пытаюсь Обращаться По HTTP С Протоколу К тому Что Отвечает По HTTP Там Куча Таких Мелких Issues У него Тут Это Все Плюс Минус Есть В Трекинге Насколько Я Помню Грэйт Нью Версион Вот Например Hello NonTLS Кластер Так Что Можно Просто Заходить Сюда Форкать Делать Пул Реквест Помогать Ему Кстати Для Разворачивания Кластера Кубернетис Вон У меня Видите Называется Кейст Ситх Я Кроме Того Ситх И так Вообще Пишется Никто Не Помнит Я Правильно Я Использую Кобс На мой Взгляд Это Самое Матурное Решение Для Разворачивания Такого Рода Ресурсов Кто Игрался С Кобс Признавайтесь Кто Имеет Опыт Работы Нам Просто Лень Как-то Вставлять Се Пять Копеек У нас Есть Такие Люди Не Вон Я Просто Так Узнать Не Умирает Ли Кто Отлично Если Вдруг Кто То Не Знает То Это Отличная Утилита Которая Позволяет Управлять Всякими Параметрами Кубернетис Кластера На AWS К сожалению AWS Немного С напрягом Относится К Сортпайти Оркест Кажется Так Пишется И Встроенной Встроенного Управлятора Кубернетисом Титон Ли Ой Кто Мне Поможет Что Мне Здесь Написать Надо Нод Фаунд Инстанс Инстанс Групп А Как Она Называется Нодс А Вот Нодс То есть Например Здесь Вы можете Здесь Вот Выглядит Как видите Это все Абсолютно В стиле Кубернетиса То есть Те же Самые Ямл Файлы И Здесь Вы можете Там В прямом Эфире Поменять Это все На Например Что там М4 Таким Образом Вы В Программном Виде Управляете Всем Кубернетис Кластером Пока Он Запускается Сейчас Мы Попробуем Это Все Заплатить Где Тут У Меня И W Я Люблю Деплоить В Ирландию Мои Друзья Работают В AWS В Ирландии Поэтому Я Хочу Чтобы У них Было Больше Работы И Постоянно Устанавливаю Все Свои Тестовые Environment Сюда Поэтому Если Вдруг Вам Вообще Все Равно В Какой Регион Устанавливать Ваши Тесты Пожалуйста Устанавливайте Их В Ирландию Так Вот У нас Что Здесь Сидите У нас Уже Что-то Там Инициализируется Наш Кластер Потихонечку Вот У нас Эти Ноды Medium Нам Нужно Написать Что-то Связанное С Кто Работает Скоп Что Мне Тут Надо Написать Чтобы Применить Изменения На Кластер Кто-нибудь Помнит Что-то Что-то Должно Обратитесь Обратитесь К Своему Менеджеру Пусть Он Устроит Вам Какой-нибудь Аккаунт На AWS Это Будет Выходить Сущее Копейки И Вы Будете Иметь Возможность Честно Вам Скажу У меня Есть Такой Аккаунт У меня Есть Извините Есть Такой Аккаунт Вообще Вы Можете Заказать Через Helpdesk Себе MSDN Подписку Для Ажуры И Да Это AWS Но По сути Там Не сильно Это Различие Если Мы Говорим Про Кубернетис Это Даст Вам Возможность Запускать Инстансы На 150 Долларов В Месяц Любого Размера Бесплатно В отличие От AWS Который Позволяет Вам Запускать Только Микро Инстансы Вообще Для Щупания Непосредственно Кубернетиса В качестве Клауд Провайдера Я бы Посоветовал Особенно Новичкам Azure Потому что Реально Там Все Гораздо Более Проще Прозрачнее Понятнее И Вы Можете Реально Запускать Довольно Большие Кластеры И Давать На них Довольно Большую Нагрузку Забесплатно Сделав Тикет В Helpdesk И Получив В течении Двух дней Ваш Сабскрипшн Я Ответил На вопрос Надеюсь Дякую Дуже Користная Информация Не знал Что Наш Абдес Мает Такие Аккаунты Да Собственно Софтсерф Является Каким-то Супер Пупер Партнером Майкрософта Так Вот Эдит И Из-за Этого Собственно У нас Есть Возможность Тейт Кластер Не то Сейчас Извините Я Туплю Немножко Главное Ошибку Никакой Не Из-за Этого У нас Есть Возможность Ужать Эту Сабскрипшн На 150 Баксов Ладно Неважно Я Не буду Тупить Дальше Чтобы Не Задержать Это Все В общем Загуглите Как С помощью Копса Апдейт Отличная Штука Для Управления Кластером На AWS Если Опять же Мы Говорим Про Azure То Я Раз Мы Уже Зашли Туда Я Сейчас Быстренько Просто Покажу Куда Тыкаться То есть Если Здесь Вам Нужно Ставить Отдельную Утилиту Организовать Для нее Storage Backend То есть Вот этот Файл Который Я Показывал Он На самом деле Хранится В S3 Bucket И Вы Каждый Раз Передаете В Качестве Параметра Этой Утилити Endpoint S3 Bucket И Он Просто Читает Текстовый Файл Отсюда То с Ажуром Все нормально Вам не нужно Делать Эти Костыли Он Сам По Себе С Помощью Своего Контейнер Сервис Это Называется Организовывает Запуск Оркестратора Причем Он Поддерживает Три Вида Оркестраторов Прямо Из Коробки Это DCOS Кубернетис Сварм Тут Буквально Вам Нужно Заполнить Ну Совсем Чуть Ваши Ссэйчки Все И У вас Кубернетис Кластер Будет Готов В течении Нескольких Минут Кроме Того Весь Этот Скейлинг Изменение Размеров Машины Все Прочее Делается Прямо Из Этой Консоли Ну Или С помощью Родного Ресурс Менеджера API Что На мой Взгляд Гораздо Приятнее Когда Знаете Когда Это Есть В коробке Microsoft Наняли Одного Из Кор Разработчиков Кубернетис Они Перекупили Гугла Его И Он Занимается Вот Этим Непосредственно Сервисом И Оно Все Круто Реализовано Так Ну Давайте К нашим Баранам Перейдем Так У меня Тут Какая-то Шпаргалка Я Вчера До Трех Часов Ночи Сидел И Все Это Клупал Так Теперь Давайте Я Значит Что Сделаю Я Сейчас Перейду А Вот Я Уже Здесь Давайте Я Вам Покажу Что Здесь Происходит Собственно Деплоймент Это С помощью Этой Штуки Мы Запускаем Наш Оператор Ничего Тут Экстраординарного Нет По сути Оператор Рассказывает Самому API Кубернетисовскому Что он Хочет Быть Оператором И Все Сам Себя Регистрирует Единственное Поля Ну Может Быть На Которые Надо Обратить Внимание Это Вот Эта Вот Часть Всем Понятно Что Здесь Написано Ну Ладно В общем Вот Эти Вот Естественно Передаются Переменные Окружения В Контейнер А Вот Эти Филды Они Позволяют Экстрактить Дату Из Этси То Допустим При старте Самого Контейнера Ему В качестве Переменных Окружения Передадутся Данные Из Этси Ди Вот Например Неймспейс В котором Будет Запущен Под И Что Здесь у нас Есть Под Нейм Видите Имя Собственно Название Пода Так Вы Можете Передать Своему Приложению Которое Работает В вашем Кубернетис Кластере Какие-то Специфические Параметры Самого Кластера При старте Которые Там При Рестарте И Решедули Контейнера Могут Каким-то Образом Меняться Ну По сути Все Давайте Попробуем Ага Так Я тут Что еще Сделаю Давайте Я тут Напишу Вообще Кьюб Кэтл У меня Работает Интересно Кьюб Кэтл Вершин Так Отлично У нас Есть Подключение К Нашему Новосозданному Серверу К нашему Кластеру Копс При создании Кластера Автоматически Генерит Всю Конфигурацию Для Кьюб Кэтл Поэтому Будьте Осторожны Если Вы Используете Кьюб Кэтл Для Подключения К Нескольким Кубернет С Оркестратором В разных Облаках То Не Храните Эту Конфигурацию Непосредственно В Дот Кьюб Конфиг Потому Что Копс Ее Просто Перезатрет Наверх И Вы Потом Будете Долго И нудно Восстанавливать Эти все Данные Ему Ему Можно Передавать Это Путь К Конфигурационному Файлу В качестве Параметра Успешно Но Я тут Естественно Немножко Облегчаю Себе Жизнь И Не Делаю Так Так Кьюб Кэтл Кэтл Ой Написал Кьюб Кэтл 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 Так Что Есть Что Так Все Есть Супер Значит Мы Видим Состояние Дефолтного Неймспейса В нашем Кластере Как Вы Видите В нем Абсолютно Ничего Нету На данный Момент Давайте Запустим Наш Волшебный Оператор Вот То Помните Да То есть Мы Отправили Этот Ямл Файл На API API Его Распар Убедился Что Он Что Его Состояние Удовлетворяет Всем Потребностям То есть Он Грубо говоря Провел Юнит Тест На Вот Это Состояние И Сразу Отправил Вам Записал Его В Отсед Заправил Запрос Отправил Вам Немножко Путаюсь Ответ По поводу Того Что Создан Деплоймент Теперь Деплоймент Пошел Как вы Видите К тому Времени Как я Рассказал О Время У нас Уже Запустился Под И Собственно Сервис То есть Сервис Он Всегда Экспозится Для Того Чтобы API Каким-то Образом Мог Обращаться К Оператору Внутри Кластера Видите У него External IP Нету У него Есть Только Кластер IP Это Сотая Сеть Это То Что Доступно Только Изнутри Соответственно API Сервер Может Вполне Себе Общаться С Нашим Подом Через Сервис Так Что У нас Там По Расписанию Вот Это Из моей Презентации Команда Сейчас Мы Запустим Надо Было Запустить Перед Чтобы Увидели Что Там None Вот Вы Видите У нас В third Party Ресурсах Появился Наш Кластер Помните Вот Эти Все Записи Его Название Версия Это То Что Мы Указывали В Сейчас Я Покажу То Что Мы Указываем В нашем YAML Файле Для Запуска Команд Для Оператора Вот Собственно Засунув Его Имя Вот Помните У нас Есть Это Команда Cube CTL Get Вы Сюда Пишите Под Сервис Все Что Угодно Теперь У вас Есть Third Party Ресурс Который Приравнивается Иерархически К Ко Всем Сервисам И контроллерам Кубернет Вы Вы Можете Ему Передать Команду Get At CD Кластер И он Вам Скажет No Resource Found Если Вы Вдруг Напишите Какую-то Билиберду Здесь То Он Естественно Вам Скажет Что Нет Такого Ресурса Ну Наш Ресурс Появился Так Теперь Давайте Посмотрим Чего Мы Тут Передаем Ладно Давайте Пока Он Создается Кат Немножко Покажу Что Тут Происходит Внутри Здесь Даже Будет Удобно Оно Уже Не Включено Извините Будет Гораздо Удобнее Если Я Буду Показывать Вот Мне Кажется Запускаю Этот CD То Тут Вообще Все Супер Элементарно То Что Вы Видели В Предыдущих В Наших Катах Вот Опять Это Они Тут Переименовали В Общем Это Все В Документации Что Писать Сюда И В Каэнд То Каэнд Это То Что Скажет Нашему API Серверу К Какому Типу Ресурса Обращаться И Он Непосредственно Обратится К Нашему Поду Есть Размер И Текущая Версия Есть Там Более Хитромудрые Варианты С Бэкапом В таком Случае Он запустит Сайткарт Контейнер Еще будет Дополнительный Контейнер Для Бэкапа К нему Он Переатачит Волиум И Этот Контейнер Будет Бэкапить От CD Если Вам Нужен Бэкап От CD В чем Честно Говоря Я Никакого Смысла Не вижу Откровенно Говоря Но Тем не менее Возможность Такая Есть Есть Возможность Вот Состояние Самого Оператора Бэкапить В принципе Так Ну Опять же Можно Это все Решать Можно Увеличить Каунт Операторов Можно Бэкапить Его Состояние В S3 Вот Это На самом Деле Я бы Бэкапил Состояние Оператора В S3 Это Полезная Штука Так Пока Мы тут С вами Болтали Разбирали Все Штуки Мы Видим Что В соответствии С Нашим Желаемым Состоянием Оператор Запустил Три Инстанса Нашего AtCD Кластера То есть Меняя Size Там Я не знаю На 6 Как вы думаете Нормально Если 6 Будет Для AtCD Кластера Нормальное Количество Нод Для AtCD Кластера 6 Как вы думаете Или Дерьмо Какое-то Неа Не Нормально Давай 7 Не Фигня Какая-то Да Никогда Для Распределенных Систем Не делайте Четное Количество Но Всегда Делайте Нечетное Какое-то Так Давайте Сохраним Все это И Запустим Так Че у нас Тут Предыдущую Команду Ой Зря-то я Create Написал На самом деле Лучше писать Apply Чем Кстати CubeCityL Create От CubeCityL Apply Отличается Кто-нибудь Знает Если бы я сразу Написал Я вам так Вкратце Расскажу Что если бы я написал В первый раз Apply То Такую бы ошибку Он мне не вывалил Сейчас посмотрим Что-то Поможет Лето Ну то есть вы видите Тут Начало Все Что-то Происходить Давайте Пока Суд До дела Мы Попробуем Проверить Вообще Там Что-то Работает Или нет Ну как Всегда Там Как бы Видим Что Поды Есть Но может Быть Там Вообще У нас Нерабочий Кластер Как У нас Называется Клиент Для Отсетения Котель Котель Пут Как Обычно А Да Сори Надо же Пробросить Порт Так К К К К К Так А ну Кто знает Что мне Надо Сюда Написать Чтобы Я Изнутри Кластера Вот этот Вот Вот этот Вот сервис Получил К нему Доступ Что мне Надо Сделать Самый Быстрый Путь Или К Поду Например Какому Нибудь Даже Будет Проще Есть Там Волшебная Команда Порт Форварда Не знаю Давайте Попробуем Под Какой-то Взять Прямо Сюда Писать Порт Форвард Потом Пишите Имя Пода И Непосредственно Порт Который Которому Вы хотите Прилепиться По идее Должно Заработать Чикпэк Я в новом Заморочке Прибиваете Порт Из Одного Из Контейнеров К себе На Локал Хост И Общаетесь К нему Там Че Где у нас Тут Есть Теперь Вы можете Получать Информацию Где Где-то Из От Сиди В общем То Вот В таком Режиме Работает API Сервер Он Туда Складывает Состояние Класть Точно Так же Их Получает Где-то Приблизительно На Высоком Уровне Это Так Работает Соответственно Если Вы Прибьете Этот Соединение Скорее Всего У вас Больше Ничего Не Получится Такие Дела Не знаю У меня Вроде бы Все Может быть Я и так Задержался На 6 минут Но Это Все Из-за Долгих Подключений Может быть У кого-то Вопросы Есть Какие-то Че-то Какие-то Рандомные Вопросы Может Не касающиеся Вот Прям Всего Того Что Я Показывал Но Интересующие Вас Если Не Против Можешь Еще Раз Пожалуйста Про Операторы Я Пропустил Не Сильно Понял Ну Смотри Я Не Знаю Это Половину Надо Рассказывать Всего На Свете В В Кратце Давай Так Операторы Переедем Сюда Я Вот Эту Картинку Покажу Вот Эту Ты Был Здесь Когда Я Рассказывал Вот Этого Был Был Просто Как Работает Непонятно Так Что Как Вот Это Работает Понятно Не Не Как Операторы Вот Давай Еще раз Как Вот Это Работает Понятно 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 Все Супер Значит Оператор По сути Смотри Вот Эта Вот Часть Контроллер Менеджер Скедулер Если Раньше Эта Часть Была Только Внутри Мастера И Как Ты Там Помнит Как Она Называется Давайте Посмотрим Как Она На Уровне Контейнера Называется Сейчас Мне Только Надо Сюда Добавить All Mames Spaces Сейчас Тут Будет Куча Мусора Но Мы Их Вычленим Отсюда Смотри Вот Есть В Неймспейсе Cube System Шедулер И Контроллер То Есть Вот Эта Часть Это По сути Два Контейнера Которые Крутятся На Мастере У Них Есть Функционал Который Репликейшн Сеты Хендли Деплойменты Все Что Угодно Persistent Volumes Claims Все То Есть Ты Задаешь Ключевое Слово В Кайн Вот Здесь Вот Вот Здесь Вот Вот Например Деплоймент И API Сервер Понимает Какой Часть Он Он Сразу Понимает Что Нам Нужно Идти К Контейнеру Какому Это Там Шедулер И Менеджер Ну То есть В зависимости От того На какой Стадии Он Понимает Что Надо Идти К Программу На Го Которая Будет Запускаться В Контейнере Точно Так Ж Как Контроллер И Скидулер И Сказать API Серверу Вот У меня Есть Новый Контейнер Который Расширяет Возможности Вот Этих Чуваков И Теперь Когда У Тебя К К Вот В Даном Случа Будет Какой К К К К И API В Так Это API Сервер Место Того Чтобы Твой Запрос На Создание Вот Например Как Здесь Деплоймент Он Понимает Что Мне Надо Создать Кластер Вот Здесь По Ключевому Слову И Он Пойдет Не На Эту Парочку Контроллер И Шедуллер А На Этси Ди Оператор Он Передаст Ему Информацию Из Этси Ди И Твой Запрос Твой Ямл Файл А Твой Контейнер Уже Обработает Бизнес Логику И Отдаст Ему Состояние Нужное Которое Он Хочет Состояние Так Понятно Вообще Красота Супер Все Супер Еще Может быть Вопросы Так Евген Такое Запытание Чему Аператор Майя Будет Написано Из Су-то На Го Еще Рано Из Контейнера Да Вы Можете Писать На Любом Языке Котором Вам Удобно Но В Чем Дело Вот Если Мы Пос А Вот У Меня Склонено Если Мы Посмотрим На Вот Этот Извините Вот Этот Оператор То Куда Не Пойти Там Так Подожди Я так понимаю Это как Плагин Жиж Работает Да 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 Но Дело В том Что Посмотрите На Зависимости Просто Здесь Они Как-то Не Очень Понятно Сейчас Я Кстати От Эт Сиди Оператор Это Буквально Вы Можете Посмотреть Как Он Сделан И И Сможно Для Костяка Своего Оператора Потому Что Он Реально Сделан Это Первый Оператор На Планете И Он Максимально Матурный Из Всего Того Что Существует То есть Я Если Хотите Посмотреть Как Правильно Написать Оператор То Я Рекомендую Начать Именно С Этого Оператора Вот Эластик Серч Оператор Вот Посмотрите Тут Немножко Проще Меньше Файлов Этих Всех Но Куда Бо Вы Не Заглянули Здесь Есть Куча Внешних Зависимостей Куча Внешних Зависимостей И Вот Эта Папка С Зависимостей Допустим Если Вы Хотите Через API Нормальный То есть Не Через Рест API Управлять Кубернетисом То На ГО Написана Библиотека Для Управления То есть Вы Можете Через Обычный ГО Код Управлять Кубернетисом Своим Если Вы Будете Использовать Другой Язык Программирования То Вам Придется Какими-то Путами Гетами И прочими Постами Общаться С Кубернетисовским И Оправлять Ему Команды Ну Честно Вам Скажу Так как ГО Довольно Простяцкий Язык Ну Мне Кажется Менее Геморно Прочитать За недельку Книжку Пого И И Использовать Человеческий Доступ Ко всему Этому Ну Это Мое Личное Мне И Опять же У У вас Есть Вы Можете То ли Использовать Стандартные Библиотеки То ли И Работать Через HTTP Точнее С API Иген Так Код Получается Не Плагином Добавляется А Узает API То есть Тут В принципе Если Есть Либо Под Кюбернетис Под Python То В принципе Не Сложно Писать Да Ну Слушайте В любом Случа Реализация Этого API Использует HTTP Обращение К Фактическому API Вот Здесь То Что Происходит Вот Эта Часть Все Равно Она Идет Через HTTP Другое Дело Что У вас Есть Хорошая Обертка Для Этого Всего Что Вам Не Нужно Руками Писать Это Все И Это Гораздо Более Удобно И Эффишн То Что Здесь Если Есть Действительно Для Python Какая Обертка Для Общения С Купернетисом Пожалуйста Используйте Вас Никто Не Заставляет Это Я же Говорю То есть Общение Это Довольно Какое-то Ну Оно По HTTP В общем Короче Оно Идет По HTTP Да Вы Можете Использовать Любой Удобный Для Вас Язык Программировать Извините Я немного Ужу Голова Кружится У меня Нет Большого Опыта Еще Раз Да Еще Может Что А Ты Конкретно Что-то Писал Уже Какой-то Оператор Для Кавка Или Что-то Подобное Нет Честно Тебе Скажу Вот Я Говорю Я Ковырялся Я Потратил Вчерашний День На Еще У меня Просто Есть Допустим Кастумер Который Не против Б Вот Реально Забросить У меня Нет Официального Отпро От него Скажем Так Но Тем Не менее Он Реально Посматривает На Кубернетис И У него Есть Эластик Сеарч И Сюда Ехать Надо Его Поэтому Я Немножко Трачу Свободного Рабочего Времени На То Чтобы Это Все Расковырять Кроме Того Ну Как Вы Знаете Наша Контора Много Работает С Хиппо Комплайент Инфраструктурами И Эта Инфраструктура С которой Приходится Мне Работать Тоже Хиппо Комплайент Поэтому Вот Эти Все Телес Сертификаты И Прочее Прочее Вот Не Очень Хорошо Работает Здесь Но Я Хочу Заставить Работать Я Не знаю Я Сейчас Не чувствую Вдохновления Писать Оператор С нуля Но Довести До ума Вот Этат Эластик Серч Оператор Мне бы Откровенно Говоря Хотелось К тому же Он по объему Но Совершенно Небольшой Такие Дела Еще Что Нибудь Вопрос Слушай Еще Раз Спрошу С Сертификатами Я так понимаю Проблема Их Генерить Особная Да Не Слушай Тут Да Давай Не в рамках Этого Этой Сессии Тут Глубже Немножко Не У него Даже Смотри У него Есть Готовая Тут Че их Тут Генерить Вот Они Все Голубчики Даже В обертках В правильных Контейнерах Уже В сторах Есть Так Что Генерить Не Проблема Не Ну Это Ты Вставил Это Все Клево У тебя Они Есть Все Все Класс В рэпку Запихнул Но На лету Чтоб Ты Подписал Че То Делаешь Какой Все Работ Не В смысле На лету Мне тут Ничего Подписывать Не надо На лету Мне надо Скормить Главное Этой Системе Чтобы Они Между Собой Могли Нормально Общаться Они Короче Плюс У него В контейнер Зашит Стат Д Который Не Может Найти Короче Там Ну Долгая Стория Давай Правда Не Сейчас Там Все Просто Видишь Этот Контейнер Определенный Там Еще Контейнер Криво Собран Тут Не Только Оператор Немножко Неправильно Написан Еще Контейнер Неподходящий Короче Там Целая Куча Проблем Колупать Не Переколупать Если Интересно Можем Как Нибудь Скооперироваться Не Зная Отдельный Прямо Посвятить Этому Какое Там Премя С Может Даже Скооперироваться Посмотреть Тут Интересно Если бы Добавилась Тема С этим Было бы Клево Мы На своих Проектах Кастерные Поделки Let's Encrypt Плюс Какой-то Консул С Волтом Тут И ТСД Можно Подписывать На Литок Потому что Контейнер Име Другой Хаснейм И ты Не Можешь Писать Так же Сам Должен Будь Новый Сертификат Байрут Ну То Такое То Такое Давай Да Отдельно По этому Поводу Поболтаем Потому что Это Короче Отдельная Такая Штука Моя Цель Такой Вообще General Овервью Сделать Вообще Как За Десяти Тысяч Метров Мы Там Посмотрели Вообще Что Происходит Как Это Все Ранится Супер Бэйсик Потому что Тема Новая Тема Совершенно Недавно Появилась Это И Какие Цели Самое Главное Какие Цели Решает Эта Штука Теперь Что я Ожидаю Что Вы Услышали Когда Стоит Вообще Начинать Копать В сторону Операторов Какие Цели Они Могут Решить Прежде Все Шикарно Спасибо Все Супер Спасибо Вам Большое Не Знаю Приятно Было Посидеть С вами Приятно Было Поотвечать На Ваши Вопросы Приятно Было Услышать Ваши Голоса Спасибо Всем Большое Жень Спасибо Тебе За Сегодняшнюю Презентацию Я думаю Что Если У Бориса Возникнут Вопросы Он Сможет К тебе Обратиться Уже Вне Эфира Легко Конечно Благодарю Тебя Большое За Сегодняшнюю Живую Такую Дискуссию Всем Хороших Выходных И Увидимся Через Две Недели Всем Пока Все Пока Пока Спасибо Большое Спасибо Тебе Субтитры